О капитальных ремонтах объектов культуры и спорта, о благоустройстве парков и скверов, а также о работе экстренных служб говорили на заключительном в этом году аппаратном совещании у главы города. Обо всем по порядку. Далее. 2022-й выдался продуктивным управлением. Капитального строительства было освоено более 5 миллиардов рублей из бюджетов разных уровней. Так в уходящем году приступили к строительству детского сада. Дошкольные учреждения на 290 мест появятся в 147 микрорайоне. Провели капитальные ремонты на объектах культуры и спорта, благоустроили городские парки и скверы. Проводился капитальный ремонт стадиона «Локомотив» по адресу Челябинской области, город Ноктогорск, по улице Бахметьево, 4. Там были выполнены работы по восстановлению трибун, восстановлению лестничных маршей, восстановили асфальтобетонное покрытие, самой беговой дорожки. Был асфальтирован пожарный проезд, пешеходные дорожки, были установлены бортовые камни. Также произошло восстановление входной группы, которая относится к ворота, колонны и вывески. В 2022-м отремонтировали около 50 километров дорог, в том числе в рамках национального проекта БКД. Благодаря программе формирования комфортной городской среды, реализуемой по инициативе «Единой России» и при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера, в городе преобразили сквер имени Чайковского и трех поколений. В рамках инициативного бюджетирования реализовали 45 проектов. И 2023 год будет уже третьим годом, когда это инициативное бюджетирование будет идти по городу. 60 было заявок от наших жителей, от территориального общественного самоуправления. Из них 40 прошло, и вот 40 дворов в 2023 году будет отремонтировано, преображены на средства вышестоящих бюджетов. Сколько много удалось в этом году реализовать, причем мы каждый год это все делаем. И сегодня люди действительно видят, что город меняется, что все инициативы, еще раз повторюсь, от «Единой России», которые сходят в общем-то во много. При помощи губернатора Челябинской области и его аппарата, администрация города, на самом деле делается огромная работа. Вот за этими сухими, так сказать, итоговыми фотографиями, по сути, стоит огромный-огромный человеческий труд. Говорили на аппаратном совещании о работе экстренных и аварийных служб. В период новогодних праздников в эти дни они будут работать в усиленном режиме. Назначены ответственные по предприятиям, организациям и утверждены графики их дежурств. Созданы и проверены резервы материально-технических средств. Усилен контроль за охраной, противопожарной безопасностью и антитеррористической защищенностью административных зданий и объектов. Определен порядок привлечения дополнительной техники на случай ликвидации аварий. В городе провели заседание городской комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проверили работу-службу и подготовили необходимую технику. Обращаюсь к руководителям всех этих подразделений, чтобы вся эта техника, которую мы сегодня рассказали, показали, была, что называется, на ходу. Был обеспечен топливный запас, аккумуляторы, чтобы это все могло действительно автономно заводиться, в рабочем состоянии. Проверьте еще раз работоспособность каждого агрегата. Конечно, мы будем с вами надеяться, что не воспользуемся, но нужно быть готовым. В завершении аппаратного совещания состоялась церемония награждения за активную гражданскую позицию и значительный вклад в защиту прав жителей. Глава города вручил благодарность от омбудсмена Челябинской области трем руководителям социального блока. Ольга Аникина, Алексей Вичинкин, телекомпания ТВИН.